В рамках программы «Культурная эволюция» предлагаем вашему вниманию цикл семинаров «Духовное наследие Протеерея Александра Меня», созданный приходом Сергиевского храма при поддержке фонда президентских грантов Сергиево-Посадского благочиния и администрации Сергиево-Посадского городского округа. Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня в рамках цикла «Духовное наследие Протеерея Александра Меня» мы встречаемся с Андреем Алексеевичем Ерёлиным. Андрей Алексеевич, здравствуйте! Сегодня мы хотели поговорить о пастырском попечении отца Александра Меня о молодёжи. Наверное, не обходилось и без сложностей. Наверняка вы можете привести какие-то примеры и вспомнить то, что отец Александр сталкивался с сложностями, потому что без них невозможно, в том числе и общаясь с молодёжью. Но он был человеком спокойным и уравновешенным, терпеливым, с чувством юмора, с великолепным. И я думаю, что это его тоже очень сильно выручало. Здесь, наверное, можно говорить не только о молодёжи, а вообще о отношениях с прихожанами. Да, ну потому что молодёжь часто, так сказать, качает в разные стороны. Не надо делать из этого трагедию. Вспомним Владимира Соловьёва, который в 16 лет своего выкинул все иконы из дома. А его папа сказал, почему? Пройдёт время, всё будет в порядке. Так оно и было в порядке. Через три года буквально уже стал другой юж. И отец Александр умел терпеть. А что касается старшего поколения родителей, ну там бывали очень серьёзные трагедии. Вот когда старшее поколение, я не имею в виду пожилых людей, а среднего возраста, который был в приходе много лет, его предавали. Такие случаи были. Это были самые большие трагедии для него. Предательство духовных детей. Вот это было более страшно, чем преследование властей. Есть ещё одна тема, о которой я хотел сегодня вспомнить и поговорить. Ведь к молодым людям можно отнести и тех, кто готовился к пастырскому служению. И их немного было. Очень много. Он был опубликован лет 10 назад в журнале Московской патриархии. На одну из годовщин по отцу Александру. И тоже надо сказать то, что он остаётся очень актуальным. Потому что всё-таки многие молодые священники... Молодые священники. Да, молодые священники. Они часто ориентируются несколько иначе. Они всегда им просто... Ну, уже, так сказать, получив определённый опыт и выучившись, скажем, в семинарии, в той или другой, они сталкиваются с реальной жизнью на своих приходах, когда туда попадают. И, конечно, всегда есть это искушение стать таким успешным требоисполнителем. Это бывает очень востребовано. Когда к нам обращаются с просьбой осветить иконы, осветить автомобили, осветить квартиры. Понимаете, всё это нужно, конечно. И понятно то, что в каком-то смысле от этого зависит и достаток священника. Но ведь отец Александр делал очень точные акценты. Вот что для священника является... Молодого священника является самым главным. И вот вы уже сегодня говорили о богослужении и о литургии. Как о центральном, главном таинстве нашей Церкви. Вот, может быть, какие-то размышления по этому поводу, поскольку вы были рядом с отцом Александром много лет, и в алтаре, в общем, были по тем временам молодым человеком? Ну, может быть, да. Так можно сказать, да. Вот почему-то, когда вы говорили об этом, я подумал, чуть мне в голову пришло, что, наверное, самым важным отец Александр считал для молодого священника скромность. Докладитель скромности. Потому что священник... Часто в священники люди попадают не потому, что услышали голос, и вот поняли, что вот это надо, вот это необходимо. Потому что они не нашли себя. Ну, я таких видел, где не нашли себя в социальной жизни и пытаются сам отведиться на этом пути. Это, к сожалению, я не знаю, как сейчас, вряд ли это часто встречается, но когда-то это было важно. Потому что отец Александр, на самом деле, вот, ну, сколько, достаточно много знал и близко, вот, он, чтобы вот так вот кого-то благословил на священническое служение, прямо, но я знаю только одного человека. Это отец Вячеслав Перевездец. Молодой. Ну, есть еще несколько человек. Ну, во-первых, вестник, да, да. Но их очень мало. То есть это достаточно ограниченный круг. И здесь еще один вопрос возникает. Отец Александр об этом говорил и призывал своих прихожан молодых идти к людям, знакомиться, кстати, и со священниками тоже. Да, это тоже, да. Уже практикующими. И вообще говорил о таком мирянском служении в церкви. Вот с чувством полной ответственности за свой приход и так, чтобы молодые люди воспринимали именно это как служение, я бы даже сказал, богу служение. Да, да. Вот, потому что человек, который добросовестно исполняет свою работу, на каждом приходе, мы знаем то, что огромное количество, так сказать, таких вот ниш, где могут себя находить прихожане, в том числе молодые люди. Это вообще линия 20 века, в конце 20 века в мире, переносить служение церковное и служение Писанию, служение Евангелия, переносить со священников на мирян. Вот, на Западе это очень такое серьезное направление было. Назывался постоватый мирян. И мне кажется, что в социальной концепции церкви, которая была принята нашей церкви в начале 2000-х годов, это тоже было. Почему-то сейчас вот совершенно в этом направлении ничего почему-то не двигается. Как-то это, как будто бы этого не было. А это ведь на самом деле ничего-то не революция такая была, вот то, что было принято такое. Никогда этого не было церкви. Я скажу, что там много всего такого, то, что сейчас не звучит так, как оно могло бы звучать, в том числе экологические проблемы и многое-многое другое. Да, как будто бы церковь не принимала эти предположения, как будто бы это не было. А сейчас бы это могло хорошо прозвучать. Вот на фоне того, что делается происходит в стране. Я думаю то, что нам, священникам, настоятелям на наших приходах очень не хватает вот именно помощи таких активных, не обязательно молодых людей, а просто мирян, которые понимают то, что это не просто серьезная помощь настоятелю по тому или другому направлению, а то, что это вот жизнь прихода, жизнь церкви. И в то время в Новой Деревне все-таки организация отцом Александром молитвенных, евангельских групп, это, мне кажется, как раздвижение в этом направлении. Конечно, евангельские группы, потому что для того, чтобы вести такую работу среди, скажем, прихожан, этим мирянам, которые этим занимаются, в священном писании, у них должен быть духовный опыт, а как его обрести без молитвы, без частного причастия. Поэтому надо было подготовить таких людей. Я с Александром их готовил. Вот такой, ну, не очень широкий круг, который назывался катахизаторами. А они уже брали на себя попечение. А он сам с ними встречался, так сказать, это он каким-то образом наставлял? Да, да. Вот я помню несколько таких встреч, в которых я участвовал, в которых участвовало также несколько лидеров таких групп, которые отец Александр как-то давал нам вообще, так сказать, вот направление, объяснял, что должно быть, что мы должны делать, и как мы должны жить все, как нам надо учить своих подопечных, которых он нам посылал. И вообще на них, вот я помню, когда в алтаре я с ним служил, что у меня не было, при том, что была огромная возможность с ним, конечно, беседовать, как у других, не было такой возможности. Тем не менее, вот для меня важно было, вот такое вот сейчас воспоминание важно, что мне некогда было поговорить о своих делах вообще. Как только я с ним начинал разговаривать, он начинал меня расспрашивать о моих подопечных. Вот. И подробно. Вот он с ними не имел возможности так часто беседовать, но через меня он получал полную информацию о жизни каждого человека. Это всегда так было просто. Каждый раз. Только начинаешь, откроешь рот, что-то себе, что-то сказать. Андрей, а вот что у вас с этим человеком? А как он жилет? Какая такая ситуация, которая у него была, как развивается? Вот надо подробно его рассказать. Вот свидетельством о том, что вы говорите, то есть он сам, мы знаем это по переписке, по открыткам, которые он писал, все это, скажем, по поздравлениям. Причем это целый пластырь такой, еще, так сказать, не до конца изведанный пастырской деятельности отца Александра. То есть таким образом он старался и вас подвигать. Да, вот это, да. В том-то все и делал. Прежде всего, чтобы быть внимательным, понимательным, чтобы я уходил от эгоизма, от своих проблем, от самокопания, от рефлексии, чтобы я об этом меньше думал, что я думал больше о других людей. Это не сомнение, что я так это и понимаю сейчас. Андрей Алексеевич, ну вот мы очень хорошо запомнили кадры из фильма режиссера Калик «Любить», где отец Александр говорит, на мой взгляд, прекрасно о любви. Совсем еще молодой священник. И все, кто посмотрел эти кадры, ну мы знаем то, что этот фильм был запрещен, и чудом, так сказать, был сохранен, он не может оставить человека равнодушным, в том числе и молодого. Вот насколько естественно, просто, внятно, отец Александр, в общем, говорил о серьезных вещах, которые интересуют молодых людей. И, кстати, там же, вы помните разговор о том, что когда смотрели или этот фильм, и когда его подвергли ожесточнейшей критике, сказали, что в этом фильме там ваш этот молодой батюшка, этот поп, он самый умный. Я этого не знал. Ну, я к чему, к тому, что вот эта харизма отца Александра, причем мы наблюдаем ее самых ранних лет его пастырского служения. Вот как, на ваш взгляд, удалось ему пронести это вот по жизни не, по-моему, ни разу, так сказать, не уронив вот этого священнического, христианского достоинства. Сейчас я отвечу на этот вопрос, как мне кажется. Сначала я, так как вы сказали об этом фильме, мне вспомнил сразу цитат из него, которую я люблю вспоминать, я говорю своим друзьям. Что такое любовь? Любовь, это Александр рассказал. По-моему, в этом фильме. Это как другого бьют, а тебе больно. Это такие замечательные слова. Собственно, христианское учение о браке, оно базируется на словах Христа, который говорит об этой великой тайне. Вообще, Новый Завет называет брак, любовь мужа и жены великой тайной. По-славянски, тайна сия велика есть. И говорит о том, что эта тайна заключается в единстве двух. Двое, одна плоть. Ветхий Завет в Библии говорит нам, оставит человека отца своего и матерь и пролепится к жене своей. Да будет двое, вплоть едино. Вот на этом основывается христианский брак. Это не просто сожительство двух людей. И не просто добрые отношения. И не просто, скажем, половые отношения и так далее. А это какое-то совершенно неповторимое, уникальное взаимопроникновение двух существ, когда, ну, метафорически говоря, одного бьют, другому больно. Вот еще одно такое отличительное качество отца Александра говорить очень простым доступным языком и словами, которые попадали прямо в цель, прямо в сердце. Вот столько лет прошло. Да-да. И действительно совсем ведь молодой священник? Ну, мы знаем о том, что его первый духовник, вот, он сразу увидел в нем будущее. Необыкновенный человек, он говорил об этом Елене Семеновне, его маме. Потому что это призвание. Если уж оно есть у человека, то никуда от него не денешься. Потому что это было призвание, брачка, я думаю, просто. Да, ну вот отец Серафим, отец Серафим, который был первым наставником, и крестил Елену Семенову вместе с маленьким Александром. Вот он рано ушел из жизни. Но последующие духовники отца Александра, в общем, были достойнейшими священниками. И как-то каждый дополнял другого, и на определенном пути был чрезвычайно важен для становления отца Александра. Ну вот с молодежью, что еще? Конечно, я хочу немножко вернуться к этой теме. Что еще было важно? Мне кажется, что вот помощь друг другу, то, чего не хватало, а также вот два направления, знаем, церкви православной. Это направление уйти от мира и замкнуться в свои маленькие, так сказать, коморки, вот в свои внутренние духовные жизни. Вот. И направление служения миру, ближнему с ним. Вот отец Александр, несомненно, был сторонником вот этого, главного, второго направления. Хотя, конечно, он делал внимание молитве, и об этом говорит та книга, которую он написал, а также книга о Библии. То есть книга о молитве, есть книга о чтении Библии. И если бы он не обращал внимания, не уделял, так сказать, внимания этой стороне духовной жизни, зачем бы он стал писать эти книги? Вот. Без этого невозможна жизнь христианина. Но для того времени важно было, что мы жили в период такого советского снобизма. Вот. Когда помогать друг другу, это, значит, было зазорно. Как-то вот бедным, несчастным, вокруг себя старушек. Потому что, ну, это делал Тимур, его команда, о которой непрерывно, значит, рассказывали в школе, и как-то так вдруг христианин будет делать то, чем призывают коммунистические писатели. А отец Александр говорил, что вот это мы как вилкой глаза, когда мы вспоминаем Тимура. Вот. Потому что христиане этого не делают. Вот. А надо все-таки посмотреть вокруг себя, сколько вокруг тебя нищих, обездоленных, нуждающихся в помощи. И это он постоянно, вот об этом говорил молодежь. Здесь мы говорим о социальном служении. Да, о социальном служении, да, что он подготовил. И был такой опыт на приходе? Особенно это, наверное, было заметно в группах Андрея Черняка и Карина, потому что они как раз вели молодежные группы. И тут, конечно, они больше могут рассказать о том, как молодежь, посещающая встречи, помогала друг другу. Но мне кажется, с тех пор у них очень много делается для того, чтобы помогать нуждающимся в нашей стране. В этом смысле они очень последовательные. Последовательные. Я считаю, да. Поскольку они, в общем, вот на протяжении многих-многих лет как раз несут вот такое вот служение. Да. Надо ли отказываться от личности, если хочешь идти в Бога? Я чувствую, что не имею права креститься, так как не могу отказаться от самого себя, от честолюбия, гордыни, не могу поверить целиком. На самом деле, когда человек отказывается от гордыни, он возвращается ему себе. Что такое гордыня? Гордыня, на языке психолога, это компенсаторный механизм, который пытается смягчить в тебе комплекс неполноценности. Вот он, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Значит, если от этого помощь заосвободиться, если принять, что мы, каждая душа, ценно в очах Божьих, то мы уже не чувствуем себя ничторазом. Вы знаете, удивительная вещь, каждый человек хочет быть личностью. Я помню, когда-то я жил в Сибири, и там на массовке моего соседа сняли кино. Буквально несколько секунд он проходит по экрану и машет рукой. Он, бедный, ходил на этот фильм потом, вероятно, раз тридцать. И многие над ним смеялись, но я не смеялся. Я понял, что, увидев себя на экране, он как-то какую-то свою значимость ощущал. А был он никто к точке зрения, я даже не помню, был просто такой человечек-пьяниц. Но тут он, друг, жил, он видел себя на этом экране, на котором происходили всегда какие-то значительные вещи. Это было в 50-е годы. Его мотивировка, или мотивация глубинная, была правильной. Потому что он верно о себе судьбил. Он был ценный, он был личностью. Понимаете? Он был драгоценностей, а никто этого не считал. И он хотел себя убедить. Каждый из нас, вот кто чувствует себя личностью, кто чувствует, что это ценно, прав совершенно. Поэтому в Евангелии сказано, что пастух бросает 99 овец, чтобы найти одну пропавшую. Посмотрите, какова арифметика имаминка. Не то, что он сказал, 99 хватит, одна на амортизацию списать. Нет. Он пошел искать одну, единственную. Потому что каждый дорог, каждый любим, каждый отражает в себе вечность. Пусть замутненно, пусть неполно, но все равно она как-то в нем живет. Мы все-таки образ и подобие Божие. И вот переживая это чувство, мы постепенно освобождаемся от этого комплекса. И нам не надо обязательно доказывать, что я есть я. И когда человек освобождается от этого, он начинает видеть других. Он начинает отказываться от себя любия абсолютного. И здесь вы, вот тот заданный вопрос, вы себя не теряете, наоборот, вы реализуетесь, потому что вы живете в тысячи сердец. Вы уже человек в совсем более полном смысле слова, чем раньше, когда вы сидели в своей скорлупе. Хочу поблагодарить вас, Андрей Всеволода, за сегодняшнюю встречу. Вот здесь у нас в Симхозе на этом месте и радостном, и трагическом. Вот надеюсь, что эти встречи будут продолжаться. У нас есть много тем, которые еще не охвачены. Я думаю, что они будут интересны нашим зрителям тоже. Спасибо. Спасибо. Симхозь. 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 Продолжение следует...